Привет, просветители. Перед началом ролика несколько новостей, которые, я думаю, ответят на многие возникающие вопросы обо мне и судьбе канала. Наказание за ведомо ложные фейки до трех лет колонии, за ведомо ложные фейки, повлекшие тяжкие последствия до 15 лет колонии, за призывы к воспрепятствованию использования российских войск для защиты интересов России и поддержания мира и безопасности до трех лет колонии, ну и дальше по списку. Кто понял, тот понял. Вторая новость. Своеобразный YouTube премиум для всех россиян. Ура! Больше никакой монетизации для российских ютуберов. Что это значит для моего канала? Я продолжу выпускать ролики, продолжу говорить на те темы, которые всегда казались мне важными, из-за которой пока не грозит уголовный срок. Буду, как всегда, рассказывать об образовании, о толерантности, о проблемах молодежи, потому что это то, что я могу сделать. Закроют YouTube, как Twitter, буду выпускать ролики в Телеграме, ВКонтакте, Яндекс.Дзене. Но честно скажу, мои мысли сейчас совсем не о контенте и о площадках для его размещения. У меня уже где-то неделю термоневроз. Температура 37,5-37,8, и она не падает. И что-то мне подсказывает, уже не упадет. Но я отлично понимаю, что огромному количеству людей сейчас гораздо хуже. И у них проблемы не только психологические, а вполне себе и физические, и материальные. Так что я просто попытаюсь продолжить выполнять свою работу. Я надеюсь, что вы меня в этом поддержите. Еще до всех последних событий и в комментариях под какой-нибудь новостью. Сама виновата, дыма без огня не бывает. И в обсуждении статьи о жестких или даже жестоких методах воспитания. Ну, вы знаете со всеми этими. А вот меня ремнем воспитывали, и вырос хорошим человеком. И в позиции. Ко мне применяют физическое или моральное насилие, но я буду терпеть. Потому что иного отношения я не заслужил. Во всех этих моментах читается один и тот же посыл. Огромное количество людей выработали, или приобрели, толерантность к насилию. И вот сегодня я бы хотел поговорить о том, как мы с самого детства учимся закрывать глаза на жестокость. И вот теперь очень важное уточнение. Безусловно, те установки, которые мы получаем в детстве, сильно влияют на нашу взрослую жизнь. Но для многих детей и подростков характерна избирательная глухота. Мама с папой что-то там говорят, но я-то знаю, как нужно на самом деле. Фразы и поведение родителей на таких детей, конечно же, влияют, но никогда не воспринимаются истинной в последней инстанции. А вот если мы говорим о хороших девочках и мальчиках, ну, тех самых божьих одуванчиков, для которых слово родителей закон, вот тут-то и начинаются проблемы. Именно эти послушные и удобные подростки склонны к тому, чтобы максимально точно, вот прям буквально воплощать все родительские установки. Мама с папой, возможно, не предполагали, что дитё решит применить их фразы ко всем ситуациям. Но сыночка-корзиночка знает, маму надо слушаться. Ребёнок приходит домой с фингалом под глазом, или в порванном платье, или делится с вами непедагогичным поведением учителя. И реакция родителей... А что сделал ты? И в самом разборе полётов нет ничего плохого. Понятно, что мой ребёнок самый лучший. Но узнать позицию той стороны тоже не мешало бы. Но если постоянно доказывать дочери, что просто так с ней ничего не могло произойти... Уж я-то тебя знаю, наверняка сама спровоцировала. ...и с хорошими и правильными людьми ничего плохого не происходит... Та самая вера в справедливый мир. Не стоит удивляться тому, что в семейной жизни дама будет искать оправдание мужу-тирану. Ведь просто так никто никого не бьёт. Или сын будет терпеть все издевательства самодура-начальника. Ведь если к тебе придираются взрослые люди, причина лишь в том, что они умнее и заботятся о тебе. Ну, пытаются чему-то научить. А ты явно снова сел в лужу. Воспитание ремнём всё ещё воспринимается многими родителями как само собой разумеющееся. Ну, иначе сыночек сядет на шею. Сыну леврастает и применяет этот метод увещеваний уже к своему ребёнку. Ну, новоявленному папашу-то именно ремень нормальным сделал. Только вот тут многие путают. Благодаря и вопреки. Ну, и если речь идёт об оправдании физического воздействия, о нормальности тут как-то странно говорить. Но некоторые родители идут дальше. И тут уже не логическая цепочка. Плохой поступок, физическое наказание. Всё становится гораздо интереснее. Я тебя люблю и поэтому бью. Ну, ты мне не безразличен. Я тебя так воспитываю. Вот если бы мать тебя не любила, твоя бы попа так не горела. И если рассказы о сердечных чувствах всегда идут рука об руку с насилием, то уже во взрослой жизни человек снова и снова будет искать оправдание домашнему боксёру. Он же ударил почему? Потому что любит, потому что чувства сильные. И если ты с детства привыкаешь, что любовь выражается вот так, ну... Здесь опять же та же самая тонкая грань. Учить преодолевать трудности здорово. Нам всем нужно обладать этим умением. Но если раз за разом доказывать ребёнку, что терпеть всё и вся ради каких-то абстрактных плюсов единственная нормальная линия поведения, не стоит удивляться, когда услышишь в возрослом возрасте. Но зато он не пьёт и к детям хорошо относится. Особенно если ради прекрасного далёка предлагают терпеть унижение. Ребёнок рассказывает о каком-то травмирующем опыте. В школе, на улице, в семье. А в ответ слышит. Ты всё выдумал. Тебе показалось. Всё было совсем не так. Тот самый старый добрый газлайтинг. Человека учат не доверять своим суждениям и чувствам. Мало того, что в дальнейшем это приведёт к тотальной несамостоятельности, но если весь мой жизненный опыт доказывает, что я всё не так понимаю, как что-то самостоятельно решение принимать, так как позиции терплю до конца. Ведь это только мои проблемы. Это просто мне так показалось. Они ничего плохого не хотели. Да, по факту и не делали. Это я себя накрутил. Ну а раз виноват я, то надо пожалеть ту сторону. Это ж я на неё бочку качу. Ударили по голове камнем в песочнице. Собирался заехать ремнём по попе, но слегка не рассчитал силы. Соседка со всей дури врезала по голове стопку учебников. Это всё, конечно, печально, но обидчик не хотел. Не собирался он причинять тебе физическую боль. Просто так получилось. Так выпала карта, так судьба распорядилась. И хороший мальчик и правильная девочка что должны сделать? Верно. Простить шалуна. Потому что он же не хотел. А если ребёнок не будет так великодушен, как ждёт от него общество, нападающий ещё и свою правоту почувствует. Он же попросил прощения. Вот сама идея, творю любую дичь, а потом просто извини и всё, чики-бабони, максимально токсично. Я ж сказал, извини. Во что это всепрощение может вылиться в супружеской жизни, я думаю, так понятно. Один постоянно извиняется, ну потому что он же не хотел. Второй вечно прощает. Ну а как иначе? Дочь жалуется на приставание одноклассника. Один, второй, третий раз. Реакция родителей всегда одинаковая. Все мальчики такие. Замечательная позиция. Давайте просто вот каждой женщине вклеим этот стереотип в голову прям с рождения. Но можно поступить лучше. Дочь вернулась из школы заплаканная, а ты улыбаешься и сообщаешь. Ты ему просто нравишься. Он, наверное, тебя любит. Мальчики именно так заинтересованность проявляют. Вот и во взрослой жизни муж бы и рад проявить заботу, но не знает как. У него просто такие сильные эмоции, что он с ними справиться не может. Ну, он же мальчик. А знаете, что самое забавное? Некоторые себя прям так и оправдывают. Вот слово в слово. Повторю, естественно, большинство из этих фраз не несет за собой цели превратить ребенка в жертву. Конечно же нет. Но если эта мудрость повторяется из раза в раз и попадает на благодатную почву послушного ребенка, получается то, что получается. Такие уж правила. Друзья, я очень надеюсь встретиться с вами в следующий понедельник, но вы отлично понимаете, что сейчас ничего нельзя загадывать. Поэтому просто пожелаю всем нам сил.